Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, местное самоуправление, программа о деятельности столичных властей и я ее ведущая Дани Фатагирова. На внеочередном 26-м заседании Чебоксарского городского собрания депутатов народные избранники рассмотрели два проекта. Особое внимание уделили проекту решений о передаче из муниципальной в государственную собственность земельного участка возле промтрактора. Меры поддержки малого и среднего бизнеса, в первую очередь производственно-инновационного, в республике чуть ли не на первом месте. В помощь предпринимателям в Чебоксарах появится индустриальный парк. Идею его создания поддержали кабинет министров республики и администрация города. На внеочередном заседании депутатов Чебоксарского городского собрания народные избранники также говорили о необходимости появления такой инновационной площадки. Предполагается, что парк будет построен на свободной земле около промтрактора. Там на площади 23 гектара развернутся производства разного профиля. Индустриальный парк должен стать крупной базой для многих компаний. На сегодня 11 предприятий выразили желание построить собственные производства на новом месте. По словам министра экономического развития Алексея Табакова, они составили бизнес-планы, готовы участвовать в конкурсах и вкладывать инвестиции в реализацию своих проектов. Общим итогом подписанных предварительных соглашений, исходя из инвестиционных планов организаций, является готовность резидентов парка к 2017 году создать более 900 новых рабочих мест, вложить инвестиции на сумму более 800 миллионов рублей, перечислить бюджеты всех уровней налоговых отчислений на сумму более чем 200 миллионов рублей. Проект создаст условия для развития в городе малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, новых высокотехнологичных производств. А это новые поступления в бюджет города. Все эти предприятия, которые малые предприятия, это городские предприятия, идут с инвестициями. И в налоги будут идти в город. И горожане здесь будут работать. Для многих предприятий индустриальный парк откроет новые возможности. Организациям нужны свои помещения по приемлемой стоимости. Проект, как отмечают в правительстве, дорогостоящий. Значительные средства республика получат из федерального бюджета 200 миллионов рублей. Из республиканского на создание индустриального парка выделят 50 миллионов. За счет такого финансирования и будет создана вся инфраструктура – коммуникация, вода, газ, теплодороги. Как считают депутаты, необходимо будет обратить внимание еще на ряд других аспектов. Все это потом будет предоставлено в собственность этим предприятиям, которые выиграли на конкурсной основе участия. Самое главное, на мой взгляд, чтобы все-таки это были предприятия наши, местные. Это чувашские, чебоксарские. У них должны быть какие-то новые инновационные проекты. Ведь они будут получать льготу. Будет льготирование по кредитной ставке. Это тоже немало. Если нас, депутатов и работников администрации, в рабочую группу включат, то мы обязательно поднимем вопросы. Значит, во-первых, прозрачности конкурса. Во-вторых, нам очень важно еще для города, чтобы это было как-то красиво. Вот все эти строения должны быть не какие-то аляписы, одно такое, другое такое, с архитектурной точки зрения. Какие конкретно производства разместятся в инновационном парке, пока трудно сказать. Но в депутатском корпусе считают, все производства должны быть экологически чистыми. Ведь парк создадут в черте города. Сейчас проект на стадии формирования пакета документов для участия в конкурсе Минэкономразвития Республики на создание технопарка. Депутаты рассмотрели вопрос по одному из них. Передачу земельного участка, изведение города в собственность Республики народные избранники поддержали единогласно. Эта процедура необходима для дальнейшего продвижения проекта. Единственное пожелание со стороны депутатов – не откладывать создание новой индустриальной площадки в долгий ящик. Глава города Чебоксара Леонид Черкесов принял участие в заседании Президиума окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления. В мероприятии, которое прошло в Нижнем Новгороде под председательством полномочного представителя президента России в ПФО Михаила Бабича, приняли участие главы крупных городов и местных поселений округа, представители законодательных органов и Всероссийского совета по местному самоуправлению. Участники обсудили актуальные вопросы и определили задачи рабочих групп по приоритетным направлениям. В настоящее время созданы четыре рабочие группы, которые работают по конкретным направлениям. Они помогут создать условия для эффективной деятельности муниципалитетов. Формирование муниципальной кадровой политики и кадрового резерва – один из важных вопросов, от которого напрямую зависит продуктивность работы органов местного самоуправления. Особенно его формирование – эффективная работа. Проблема с кадрами традиционно. Такой резерв необходим для того, чтобы назначать на должность грамотного специалиста. Проблема в том, что соответствующий резерв есть не в каждом регионе. В решении дефицита кадров нужно начинать именно с формирования такого запаса. Глава города Чебоксары Леонид Черкесов назначен руководителем рабочей группы по формированию муниципальной кадровой политики и муниципального кадрового резерва. Говоря о проблемах муниципальной службы, Леонид Ильич подчеркнул, самая острая нехватка кадров ощущается именно на местном уровне. Я не могу сказать, что стоит остров кадрового голода, но стоит задача, чтобы высококвалицированных специалистов привлекать на муниципальную службу. И престиж, и достойная заработная плата была, и возможность кадрового роста. Если мы все эти пункты будем для этого создавать условия, конечно, желающих на муниципальную службу будет больше. Конечно, такого серьезного кадрового дефицита у нас нету, но очереди, чтобы мы выбирали одних из лучших, мы это не можем сказать. Чтобы удержать, привлечь и подготовить грамотных специалистов, нужен комплексный подход. Это и повышение престижности муниципальной службы, и перспективы карьерного роста внутри органов местного самоуправления. Особое внимание привлечению молодежи в муниципальную службу и подготовке молодых специалистов. Зачастую выпускники вузов по специальности работают недолго, некоторые не могут устроиться вовсе. Чтобы разрешить эту проблему, хотя бы отчасти, стоит вспомнить 80-е годы. Распределение молодых специалистов после окончания высших и средних учебных заведений, которые учатся на бюджетной основе. Я думаю, что хорошие, забытые, старые, к этому надо вернуться. Мы будем прорабатывать со всеми высшими и средними учебными заведениями города Чебоксары. А самое главное, будем прорабатывать этот вопрос с работодателями, чтобы они высшим учебным заведениям предлагали те профессии, которые у них востребованы. Сейчас от муниципалитетов Приволжского федерального округа рабочая группа ждет писем с предложениями по совершенствованию кадровой политики. Все эти предложения рассмотрят в режиме видеоконференции. Также одно из заседаний консультативного совета проведут в столице Чувашии, где также будут говорить о насущных проблемах муниципалитетов. Расширенное заседание окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления запланировано на апрель месяц. Также в повестке дня рассмотрят законодательные аспекты сбалансированности местных бюджетов, совершенствование законодательства по местному самоуправлению. Также рассмотрят вопросы развития ЖКХ, благоустройства и транспорта. Программа «Местное самоуправление» подошла к концу. Я Данифа Тагерова прощаюсь с вами. Всего доброго.